Добро пожаловать! Я хотела бы спросить, как вы себя чувствуете? Даже не совсем окей, поднимайте руки. Половина людей сказали. Это отлично, замечательно. Наташа, пожалуйста, поприветствуйте. Спасибо. Большое-большое спасибо, Айджан, за такую замечательную работу-перевод. Это большая работа, переводить на сцене или даже просто переводить какой-то материал вручную. Я очень благодарен, когда у нас хорошие переводчики. Я хотел бы сказать одну вещь, перед тем, как мы перейдем ко второму классу. И, вы знаете, класс второй будет очень быстрый, так что не переживайте. Да, там только пять идием, и о двух мы уже говорили. Но я также хотел бы вам сказать об одной вещи, о которой мы вчера уже начали говорить. Да, ACI-2, это был первый курс, который я начал изучать. И я слышал это, слушал это больше, чем один раз. Да, то есть, если вы чувствуете, что это как будто из другого мира. Добро пожаловать в мою реальность. Это, конечно, дико. Это кто-то снимает с вас вуаль с ваших глаз. Пожалуйста, не переживайте очень. Потому что я не хочу это изучать 20 раз. Еще раз. Мы после перерыва во второй половине дня у нас будут группы мудрости. Вы будете задавать вопросы. Вы можете обсудить все с вашими друзьями, коллегами. Спросите у ваших кураторов. Особенно у Макса, если мне нужно в туалет. Остановитесь, у меня маленький вопрос. А также я трех драгоценностях еще раз. И будем на кухонном, на санскрите, на тибетском, на русском и на английском говорить. Поэтому используйте знания. И, конечно, очень важно у нас будет поддержка онлайн. Почему вчера люди как бы смеялись и говорили об этом? Потому что у нас вчера было 100 человек онлайн? 100 человек был офлайн. О, офлайн, да. Вчера в онлайн было 100 человек. Да, спасибо. На 11 онлайн было 100 человек. В интерн... Онлайн. Да. То есть в комнате... Да, в комнате в нашей конференц-зале было... Да, было 100 человек, а 200 людей закончилось. И это только возможно, потому что у нас такая хорошая поддержка онлайн. Мы не пользовались шпаргалками. Это означает, что не переживайте, если что-то вам сейчас непонятно или что-то неясно. Расслабьтесь. Расслабьтесь. В немецком? В немецком тоже так же похоже. Это то, что Геша Майкл мне сказал год или два назад. Единственное, что тебе сейчас нужно сделать, просто расслабиться. Не нужно так вот напрягаться. И он нас послал в Мексику. Они там немного более расслаблены. Релахате на испанском. Расслабьтесь. Согласны? Отлично. Урок 2. Ура, ура. Мы закончили один.